Добрый день, мои дорогие друзья, зрители и подписчики. Сегодня я хочу приготовить для своей семьи, конечно, с вами вместе будем готовить, да, беляши. А беляши будем готовить, тесто буду ставить на кефире, быстренько, и все буду вам показывать. Что для этого мне понадобится? Конечно, мне понадобится, как я уже и говорила, тесто сейчас мы поставим вместе с вами, да, фарш. У меня курино-говяжий фарш, вы можете приготовить из любого фарша, который вы предпочитаете, вот. И также на этом тесте, который мы будем сейчас вот готовить, да, можно приготовить и запечь в духовке пирожки. Но если у меня получится, время, ну, хватит, я обязательно покажу, как они выходят и в духовке. Ну что, давайте готовить. Вот камеру приблизила, чтобы быстренько показать, как я буду тесто делать, да. Ну, наверное, все знают, как на кефире ставить тесто, но я просто немножко покажу, чтобы вы знали, что у меня пойдет, да. У меня здесь уже просеяны 3-4 стакана муки по 200 грамм, да. Но мы будем это все сразу не будем добавлять, мы будем походу смотреть, сколько нам понадобится, да. Тут у меня 300 миллилитров кефира. Вот, давайте я буду сразу наливать в миску и вам показывать. Дальше мы добавляем 2 яйца в миску. Отправляем. Сюда же мы добавляем пол чайной ложки соли. Вот так вот. Чайную ложку сахара я добавляю. И чайную ложку вот так вот соды. Чайная ложка соды. И все хорошо размешиваем. После того, как размешали, дадим где-то 5 минут, чтобы кефир у нас как бы начал уже бродить. Вот, посмотрите, какая реакция, да. Теперь что делаем. У меня здесь растительное масло. Я 2 ложки столовой добавляю растительного масла. Вот так вот. Раз. И 2. Тоже хорошенько перемешали. И сейчас будем уже добавлять потихоньку муку. Вот я хочу показать, да. Масло добавили. Теперь вот стакан, видите. 200 грамм у меня здесь такая мука. Теперь насыпаем муку. И потихонечку, хорошенечко вот так вот размешиваем тоже. Тесто должно быть у нас мягенькое, эластичное такое. Чуть даже прилипать к рукам. Теперь вот добавляю еще 200 грамм. Я думаю, вам все видно. И потихонечку буду насыпать. Вот так вот. И покажу вам уже, как получается. Вот сейчас хочу быстренько показать. Вот видите, какая удобная, да, вот эта вот штучка. Сейчас тесто покажу, какое должно быть. Но смотрите, все зависит, сколько, вы сами посмотрите, да, сколько добавлять. Если вы видите, что мало муки, естественно, вы обязательно добавляете. Вот видите, какое оно нежное получается тесто. Только сильно, чтобы оно не было тугое. Вот. То, что прилипает к рукам, это ничего страшного. Посыпаем еще на рабочую поверхность. И сейчас я уже покажу, конечно, какое должно быть тесто у нас. Вот смотрите, я как раз хочу показать, какое должно быть тесто. Вот такое мягенькое. Посмотрите, видите, какое мягенькое. Даже чуть-чуть может прилипать, ничего страшного. Убираем на 30 минут. И ждем, когда тесто немножко подойдет. И я с вами увижусь. Ну что, пока тесто наше отдыхает, я убрала вон духовой шкаф. То есть, ну, там не горячо, ничего, просто тепло. Там я убираю всегда тесто туда. И сейчас примемся быстренько за фарш. Что же я делаю? Кто-то, наверное, лук как бы натирает или перекручивает. Но я нарезаю мелко кубиками. Вот. Фарш у меня тут, как я и сказала, курино-говяжий, да? Наверное, где-то полтора килограмма будет, да? Но мы посмотрим, если даже нам не хватит, или вам не хватит, когда вы будете готовить, можно убрать. Вот. Но я хочу попробовать быстренько беляши приготовить. И если получится, быстро покажу, как пирожки в духовке можно приготовить. Что мы делаем? Берем лук. Сейчас буду солить и перчить. Значит. Вот так вот. И чуть-чуть поперчу. Тоже все делайте по вкусу. И вот паприку добавлю. Я зелень ничего положить не буду. И хорошенечко вот так вот выжимаю руками. Чтобы лук вот выдал сока немного. Вот так вот. И сейчас буду отправлять в фарш. Все, конечно, покажу быстренько вам. Вот видите, прям из запаха и ароматы. Отправляем в фарш. Конечно, фарш тоже немножко постоит. Познакомиться. Также добавляю все по вкусу. Соль. Перчик черный, душистый. Немножечко. И красный. Ах да, еще водички я добавляю. Чтобы посочнее было. И все хорошенько вот так вот. Фаршик наш мешаем. Представляете, какие запахи. Ну все. Сейчас покажу, какой фарш получается. Вот так вот. И дадим еще, как говорится, пока и тесто подойдет. И дадим где-то минут 10 познакомиться все специи. И снова к вам вернусь. Ну что, и тесто отдохнуло. И фарш уже познакомился. Начнем готовить. Убираю полотенчик. Вот видите, липко. Ничего страшного. Либо муки чуть-чуть посыпаем, либо растительного масла. Ну вот так вот. И что мы делаем? Я сейчас немножко руки вот так обмажу маслом растительным. Вот так буквально, видите. И делаем длинненькую колбаску, чтобы нам удобно было уже нарезать. И посмотрим, сколько я вот приготовила весы. Посмотрим, сколько нам понадобится. Ну сколько получится. Мы нарежем. Наверное, грамм 80 я буду вот так вот взвешивать. И покажу обязательно, сколько у нас получится белье шеи. Раньше вообще вот так вот брали бакс. И видите, как получается. Но я хочу сейчас колбасочку сделать. Давайте потихоньку буду лезать. Так и сокручу. Мало. Отрезаем. Добавляем. 80 прям. Посыплюсь здесь. Убираю. И вот так вот все быстренько нарежу. Еще добавить можно. И сейчас я быстренько все порежу и к вам вернусь. Ну что, получилось у меня 14 штучек по 80 грамм. Как я и говорила, да, буду. Но у меня фарша очень много. Я еще тесто поставлю, конечно. Вот. Ну что хотела сказать. Сейчас берем. Так как у меня, значит, как я и говорила, где-то 4, да, стакана муки. Но я еще добавляла. Еще стакан муки. Потому что, ну я как и говорила, нужно смотреть по консистенции кефира там. Ну что вы готовили. Тут еще и кефир 300 миллилитров получается. Ну где-то килограмм вот вышло наше тесто. Килограмм, наверное, 150. Вот так вот. Ну что, берем вот так кружочек. И вот так вот делаем рукой. И руками вот так вот. Можете на столе вот так вот выкатывать. И сейчас опять накроем, пока масло разогреется. Вот сейчас хочу показать, да, вот видите. И быстренько сейчас покажу, как я буду лепить. И будем жарить. С калочкой. Видите, как проходит. Хорошо. Кладем фарш. И вот как на хинкале вот так вот собираем. И сейчас понесем, будем готовить. Сейчас быстренько хочу еще одну покажу. Я как раз уже буду жарить. Чтобы показать, какие получаются. Быстренько добавляем фарш. Вот так вот. Вот так вот сворачиваем. Видите, какие воздушные. Как будто бы я с дрожжевого теста готовила. И сейчас уже буду жарить, буду показывать. Ну что, вот уже сковородка у меня почти раскалилась, да? Наливаем масло. И будем жарить. Вот у меня получились 4. Постараюсь, чтобы 4 штучки поместились у меня в сковородку. Ну, посмотрим, как. Наверное, 3 все-таки поместятся. Я быстренько пожарю и покажу вам. Ну что, сковородка уже раскалилась. Давайте будем пробовать. С Богом. Отправляем. Они еще пока вот постояли, тоже видите, как поднимаются, да? Что я делаю, да? Сейчас вот готовлю. Потом уже одну сторону, одна сторона прожарится. И я потом уже переверну и буду уже накрывать крышкой. Чтобы они у нас пышные были, воздушные. И не переживайте, мясо всегда прожаривается хорошо. Хорошо. Вот. Теперь. Сейчас немножко переворачиваем. Делаем огонь тише. И накрываем крышкой. Ну что, вот я крышечку поднимаю. Посмотрите, какие они получаются воздушные, да? А теперь убираем. Я вот здесь постелила салфеточку. Вот так вот. Вот они получаются. Видите, какие? Выбираем в сторону. Сейчас уже один беляшек оприходовали. Блин, такой вкусный, друзья. Вообще не передать вам. По-быстренькому готовлю. Знаете, и фаршик прям такой. И тесто нежное-нежное. Зато не дрожжевое. И полезно. Что там? Кефир, сода. Вот так вот. Ну сейчас я обязательно. А там вот я открывала, да? Давайте еще один открою, покажу. Вот, посмотрите. Ой, просто горячее. Это красный просто лучок. Муж купил, я сделала. Белый лук и вот красный. Ну, который в салаты добавляют. Ну, просто-просто. Посмотрите, тесто. Видите, парыш идет. И мяско, вот что вы видели. Сейчас еще хочу вот показать, да? Вот так вот придерживаем. И накрываем крышкой. Ну, на медленном огне мы готовим. Посмотрите, видите? Хочу показать, какие воздушные и пушники получаются. Ну что, посмотрите. Вот, какие они у нас красивые получились. Правда, вот вам видно. Они просто горячие. Видите, какие воздушные. И не нужно дрожжей, да? Кефирчик, сода, как я вам и все это показывала. И посмотрите, сколько вышло, да? С килограмма почти 14 штук. Но мы, друзья, сейчас вы посмотрите, скажете, а там не хватает. Две штуки уже сразу. Раз и все. Съели. А кто съел? Любимый муженек мой съел. Ну, я половинку попробовала. Действительно, очень вкусные. Так что обязательно приготовьте беляши. А сейчас я быстренько опять поставлю тесто. И хочу запечь в духовке пирожки. И покажу вам, конечно. Хотела быстро продегустировать, да, вместе с вами. Но они как раз горяченькие, чтобы вы посмотрели. Я даже вон обожглась, видите? Сейчас я покажу. Разломаю. Вот. Просто супер. Знаете, тесто мягенькое такое получается, нежное. Вот. И я говорю, видите, затрат таких больших нету. Зато домашние, понимаете? Самое главное приготовить с душой, с теплом и любовью, наверное. С теплом и любовью. Ну, что, мои хорошие. Вот я второй раз замесила тесто, которое первый раз я вам показывала, да. Аналогичное тесто на кефире. Все, как я показывала. И также я здесь быстренько замесила. Потому что уже беляшики я приготовила, да, я вам показывала. И хочу пирожки. Будем запекать, печь пирожки в духовке, да, с мясом. Так как у меня и фарш остался. И нужно пирожочки показать тоже, как я буду готовить, какие они будут воздушные. Ну, что, мои хорошие. И хотела еще поделиться вот такой новостью, да. Значит, моя внучка, я уже в одном блоге показывала, да, что она занимается танцами. Вот, и она выиграла в соревнованиях, значит, под названием «Битва чемпионов». И заняла первое место. И теперь она поедет в Москву на финал «Битва чемпионов». Так что вот так вот. А внук мой, Валера, оператор наш, он выиграл тоже первое место по боксу. Я как-то была на соревнованиях и вам показывала, да. Тогда он не был победителем, а сейчас он первое место занял тоже на соревнованиях. Так что вот такая вот новость у меня. Ну, все, занимать ваше время не буду. Тесто подойдет, и дальше будем с вами вместе готовить. Вот я сделала вот такие вот. Ну, я вам уже показывала. Кружочки, колобочки можно назвать, да. У меня получилось 17 штук, да. И что я делаю? Вот я взяла. Да, буду готовить вот в стеклянной противне. Я через чуть-чуть, но намазала растительным маслом, да. Берем скалку. Можно без скалки. Можно руками. Мягкое тесто. И удобно. Кладем фарш. Вот так вот. Я не то, что кого-то учу. Я просто показываю, как мы будем запекать вкусные пирожочки. Вот так вот защемляем. Вот. Вот так вот получается. И отправляем в противень. И сейчас я быстренько все сделаю и вам покажу. Ну что, вот такие вот пирожочки налепила. Сейчас быстренько яичным желтком смажем сверху. И отправляем в духовку на 180 градусов. Ну, где-то 20-25 минут. Но вы будете смотреть, конечно. Я же не знаю, у каждого разной духовки. Как уже вы увидите, что уже подрумянились. Уже испеклись. И можем доставать. Так вот, обмажем. И отправим. Но это все у меня не поместились. У меня еще нужно будет еще раз отправить. Сейчас самое главное вам покажу. Отправляем в духовку. И ждем. Вот, показываю. Не буду открывать, да? Как они пекутся. Смотрите. Прям как они вздулись. Воздушные такие красивые. Прям. Ну что, достаем пирожочки наши. Ой, какие красавчики получились. Посмотрите. Просто супер. Горячие. Сейчас вот так. Вот, посмотрите, какие получились. Сейчас я вам покажу. Ну что, дорогие. Вот такие вот запеченные пирожки у нас получились. Посмотрите. Пирожки нашего детства, да? Ничто не подгорело. Прям они просто горячие. И неудобно их брать. Вот так вот. Так что, просто суперские получились. Вот такие вот пирожки. Ну что, мои хорошие, на этой ноте я с вами прощаюсь. Желаю вам здоровья, счастья, удачи. И если вам мое видео понравилось, обязательно поставьте лайк. И подписывайтесь на канал в гостях УНОНЫ. До новых встреч, мои хорошие.